Сегодня мы с вами поговорим о том, как устроена система профилактики экстремизма в образовательных учреждениях так, чтобы она приносила максимальный эффект. Сразу отмечу, что помимо того, что я являюсь заместителем директора одного из действующих учебных заведений, я еще эксперт Центра профилактики этнического и религиозного экстремизма в образовании при Московском государственном педагогическом университете. Я также действующий региональный представитель этого центра. Кроме того, у себя в регионе я член Координационного совета по общественной безопасности, по профилактике экстремизма и терроризма. И еще пары других совещательных органов при законодательной и исполнительной власти. В принципе, в настоящий момент я действительно знаю, о чем говорю и представляю себе, как устроена эта система не только с точки зрения образовательных учреждений, но и с точки зрения спецслужб. Ну, то есть тех структур, которым, собственно говоря, положено этими вещами заниматься. Итак, на первом слайде мы с вами видим стереотипные изображения. То, что связано с нашими стереотипами в отношении профилактики экстремизма в образовательных учреждениях. Мы очень часто относимся к этим вещам формально, считая, что либо дети не могут быть экстремистами, либо, значит, думаем, что такого рода вещи обходят нас с вами стороной. На самом деле, каждый раз, когда у нас проходят подобные семинары для наших образовательных учреждений в республике, обычно мы приглашаем с собой специалиста из Центра по противодействию и экстремизму, который довольно внятно рассказывает о тех событиях экстремистского и террористического характера, которые произошли за последние полгода. Как правило, аудитория это страшно поражает. Большинство педагогов даже представления не имеет, что множество различных собственностей группы течений функционируют и в настоящее время, чувствуют себя прекрасно, ведут верболочные мероприятия как в сети интернет, так и в реальной жизни. И по большому счету, плохо слышно? Окей, сейчас сделаем погромче. Так лучше? Ведут верболочные мероприятия как в сети интернет, так и в реальной жизни. И что обучающиеся ваших могу громче, если хотите? Мне не принципиально. Хорошо, сейчас, одну секундочку. Так, нормально? Окей. Так, итак, значит, как я уже сказала, мы относимся к этому достаточно так прохладно. Почему? Потому что считаем, что это опасности на самом деле не существует. Либо школьники не могут быть экстремистами с нашей точки зрения, либо экстремизм вообще надуманная проблема, либо, значит, есть какие-то другие причины, прежде всего, наша с вами профессиональная загруженность. Я как заместитель директора прекрасно понимаю, что брать на себя еще и какие-то дополнительные обязанности, ну, мягко говоря, становится сложно и страшно. Вот, но на самом деле, как я уже сказала, только в нашей республике за последние несколько, ну, за 9 месяцев, получается, текущего года, было предотвращено более 10 различных акций экстремистского террористического характера. Вот, то есть, проще говоря, не состоялось 10 мероприятий, часть из которых могла повлечь за собой человеческие жертвы, и все это не состоялось благодаря работе специальных служб. Вот, поэтому на самом деле, дамы и господа, присутствующие здесь экстремистские группы не дремлют. Их основная задача – это попытки усложнить нам с вами совместную общественную жизнь, вот, и, соответственно, они выполняют эту задачу с блеском и с достаточно серьезной долей изобретательности. Вот, значит, как мы обычно… Поэтому я хочу сказать, что нужда в профилактике на самом деле присутствует. Как мы обычно проводим профилактику в образовательных учреждениях? Первое, что теоретически должно делаться, согласно требованиям и регламенту, который предъявляется, значит, к образовательным учреждениям в этой сфере, – это исследовательские мероприятия, когда мы проводим тестирование на толерантность. Этот пункт закреплен стратегией противодействия экстремизму Российской Федерации до 2025 года. Он там есть, можете проверить. Если в вашем регионе такие мероприятия не проводятся, то фактически это означает невыполнение государственных требований. Вот, значит, и так, это тестирование обучающихся различными способами. В большинстве случаев это довольно сложный вопрос, мы о нем подробнее чуть попозже поговорим. Вот, и изучение социальных сетей обучающихся вашего класса или вашего образовательного учреждения на предмет наличия в них, соответственно, каких-либо признаков экстремизма. Оба способа довольно сложные. По идее, они должны применяться в комплексе. Что касается тестирования, на сегодняшний день не существует широко распространенных валидных и репрезентативных методик, которые были бы легки в эксплуатации и позволили бы с достаточной вероятностью выявить проявление экстремизма в среде обучающихся. То есть выявить обучающихся, которые склонны к решению своих проблем насильственным путем или распространению экстремистских идей, экстремистского контента и так далее. Одним из самых существенных наших с вами помощников остается по-прежнему изучение социальных сетей. И надо сказать, что большинство детей в этом отношении не проявляет какого-либо энтузиазма в сокрытии информации. У многих страницы открыты, и учителя и родители могут в достаточной степени, с достаточным интересом за этими вещами наблюдать. Но дело в том, что как тестирование, так и изучение социальных сетей требует от нас с вами достаточно специфических знаний. Тех, которые не преподают в педагогических университетах, тех, которые практически никогда не дают на курсах повышение квалификации. И вот эта проблема, как распознать экстремистский контент, она действительно в настоящий момент чрезвычайно серьезна. Но об этом тоже чуть позже. Кроме того, в систему профилактики экстремизма в образовательных учреждениях входят два типа мероприятий. Это обучающие пассивные, то есть там, где школьники знакомятся с основами того, что такое экстремизм, что таковым называют, какие меры предусмотрены по отношению к носителям и распространителям экстремистской идеологии. Это можно делать либо в формате лекционном, беседы и так далее, либо через визуализацию. Во всех образовательных учреждениях висят плакаты, которые издаются централизованно. На этих плакатах изображены действия людей, если они заметили незнакомый предмет, или учреждение, соответственно, захватено террористами. То есть, в принципе, говоря о визуализации, я обычно имею в виду именно это. Ну и, конечно, обучающие активные – это флешмобы, разнообразные митинги, которые у нас проводятся в дни памятных событий. Значит, какие-то конкурсы на антиэкстремистскую тематику, которые, опять же, проводятся достаточно регулярно. То есть, в принципе, вот это пол мероприятий, которые являются стандартными и обычными в таких случаях. И надо сказать, что при соблюдении определенных условий, сейчас, секундочку, при соблюдении определенных условий они достаточно неэффективны. Но, как правило, при создании, при формировании этих мероприятий, при их планировании, мы обычно подходим к этому достаточно формально. Если мы говорим о лекции, то, как правило, речь идет о законодательстве и терминологии. То, естественно, что школьники не увязывают между собой собственные экстремистские взгляды, попытки, значит, распространения ими экстремистской информации и какие-то пункты законодательства, они просто-напросто не складываются у них в голове, в одно единое целое. Память о событиях – это тоже формальный характер. Потому что даже если мы с вами провели митинг в память детей Беслана, который произвел на школьников глубочайшее впечатление в момент его проведения, это эмоциональный всплеск, который вызван сочувствием к жертвам, но при этом увязать его собственными проявлениями экстремизма, насилие по отношению к окружающим, большинство школьников тоже не способны. То есть на самом деле эффективность такого мероприятия, она достаточно сложна, достаточно сомнительна. Прежде всего потому, что, еще раз повторюсь, нет связи, не формируется цепочка логическая, которая должна бы привести нас к определенным выводам. И, соответственно, плакаты, которые развешаны в учебных заведениях, школьники читают в основном со скуки. То есть при условии, что им больше нечем заняться. Но я думаю, что и вы тоже, скорее всего, поступаете примерно так же. Ну вот сейчас я приведу вам примеры. Вот это пример из одной из презентаций, которая очень широко распространена в сети интернет. Пожалуйста, да. Она абсолютно ничего не дает ни уму, ни сердцу в данной ситуации. Почему? Потому что, ну, предположим, я выставила этот плакат перед школьниками, показываем, вот смотрите, ребята, бывает политический экстремизм, социальный, этнический, бывает националистический, а бывает еще и терроризм. Да, терроризм – это тоже форма проявления экстремизма. Ну и вот эти замечательные картинки. И могут ли они понять, что надпись, оставленная ими вчера на странице друга, ну, условно, бей жидов, спасая Россию, она является экстремистской по сути. Более того, беседуя со школьниками, я уловила еще одну секундочку, я закрою дверь, ладно, буквально секунду. Прошу прощения, у меня тут просто в коридоре много народу, которые почему-то считают, что образовательный процесс принадлежит только им. Итак, возвращаемся. Значит, школьник или, скажем, экстремистский контент АУЕшный, размещенный им в соцсетях, они тоже эти вещи между собой абсолютно не связывают. То есть фактически наш с вами педагогический запал пропадает в туне. Хотя здесь все очень красиво и очень даже логично, и даже, я бы сказала, в определенной степени научно. Ну, примерно такую же ценность имеют вот такие вот изображения, потому что, глядя на эти слова, можете ли вы мне сходу провести пример, который, скажем, будет характерен для уважения человеческого достоинства? Вот прям вот сию секунду сформулировать. Даже мы с вами, взрослые люди, очень часто затрудняемся сказать, в каких случаях у нас имелось в виду сострадание, а в каких милосердии, в чем разница. То есть практико-ориентированные примеры в нашем сознании практически никогда в таких ситуациях не всплывают. А если мы будем подряд вот это все проговаривать, то у нас школьники уснут раньше, чем мы, собственно говоря, сможем перейти к каким-то другим вещам. Ну и вот эти вот малоинформативные плакаты, они мне тоже жутко нравятся. Каждый раз, когда мы увешиваем такой плакат в коридоре, мы, в принципе, считаем дело сделанным. На самом деле, вы прекрасно понимаете, что читать вот это в здравом уме и трезвой памяти будет очень-очень заскучавший человек. Я уже не говорю про возможность запомнить это. Особенно вот эта вот статья КОАП «Производство и распространение экстремистских материалов» и так далее. Вот, понимаете, опять для школьника это пустые слова. Что такое экстремистский материал? В принципе, опять же, если даже сейчас я покажу, продемонстрирую вам какой-либо экстремистский материал, сказать, что он таковой, сможет на самом деле только специалист-эксперт. А вам это будет достаточно затруднительно. Поэтому основными недостатками современной системы профилактики, которые распространяются, кстати, и на методические указания, разнообразные, выпускаемые местными органами профилактики экстремизма, экстремистских проявлений, являются как раз вот такие вещи, как абстрактность понятий, отсутствие личной актуализации. То есть для большинства обучающихся экстремизм и терроризм – это абсолютно одинаковые понятия. С их точки зрения экстремист – это тот человек, который применяет насилие и оружие по отношению к другим. Если же это насилие воплощено, например, в словах или в оскорблении человека по гендерному или социальному признаку, то в большинстве случаев они не считают это таковым. И вот эту разницу нужно достаточно убедительно разъяснять. Значит, еще что важно. Нужно помнить, что терроризм – это высшая форма проявления экстремистских настроений. То есть готовность убить другого человека во имя собственной идеи – это, в принципе, и есть терроризм. Поэтому не все экстремисты в итоге становятся террористами. Есть экстремистские организации, которые не проявляют террористической активности, даже при существовании достаточно долгое время. И все террористы, безусловно, исповедуют экстремистские идеи. То есть фактически экстремизм – это питательный субстрат для формирования террористического мировоззрения и совершения террористических актов. Да, можно и так сказать, что экстремизм – это подготовка, терроризм – действие. Но дело в том, что экстремизм тоже может быть действенным. Если вы посмотрите 280-ю статью, то вы обнаружите, что действие в понятие экстремизм тоже входит. Далее. Значит, еще один важный момент. Очень часто у нас с вами возникает такая достаточно сложная ситуация, когда дети начинают вот на этом уже этапе задавать вам вопрос. Я, например, работаю не только с детскими, а со взрослой аудиторией. Вот последний раз, когда мы говорили с правозащитниками, они начали с того, что вы знаете, а вот Хизбут-Тахрир объявлена террористической организацией, но при этом они не совершали никаких террористических актов на территории Российской Федерации. Во-первых, тот факт, что они не совершали террористических актов, и тот факт, что об этом неизвестно широкой публике – это очень разные вещи. На самом деле теракты с совершенными представителями этой организации существуют. Другое дело, что информация о них практически не распространяется. Вот, это во-первых. Во-вторых, если организация только призывает к распространению своих идей, она, тем не менее, не может быть объявлена экстремистской, террористической, просто потому что эти идеи – экстремизм по сути. То есть они призывают к ограничению прав других людей, распространяют и пропагандируют шовинизм и так далее. Поэтому, когда мы с вами говорим на такие темы, мы должны быть готовы к тому, что нам обязательно зададут вопрос. Вот конкретная организация, она какая – экстремистская или террористическая? И если да, то почему вы ее таковой считаете? То есть должен быть, в общем-то, достаточно четкий и внятный ответ. Хорошо. Еще одна стандартная ошибка – это то, что мы с вами отождествляем религиозный экстремизм прежде всего с исламом. Мои коллеги – исламоведы, мусульманские психологи и многие другие специалисты, они говорят постоянно, что терроризм и экстремизм не имеют национальности, они не имеют религиозной принадлежности. Но из слайда в слайд, из презентации в презентацию у нас скачует вот эта замечательная схема, которая четко делит экстремизм на вид. Нет, она, в принципе, конечно, имеет право на существование, но в целом, понимаете, экстремизм – это в первую очередь попытка решить какие-то проблемы насильственным путем, без предложений альтернативы, понимаете? Вот, заставить кого-то поступить так, как требуется вам, с помощью насилия. Поэтому, когда мы говорим о религиозном экстремизме, мы должны иметь в виду, что не только мусульманские религиозные организации пользуются религией как прикрытием. Ну, например, классическим является вот этот мем, который распространен в интернете, это Тесак Марцинкевич, соответственно, тот, который недавно умер в следственном изоляторе. Вот, значит, это Дмитрий Энтео, Тесак, соответственно, он у нас представитель неоязыческого экстремизма, а Дмитрий Энтео вполне себе православный экстремист. Значит, возвращаясь, опять же, среди неоязыческих групп есть группа, которая исповедует неонацистскую идеологию, и проявляет нетерпимость по отношению к представителям других национальностей и религий. Ну, значит, ряд из них даже достаточно часто размещает какие-то публикации в социальных сетях, на своих порталах, которые, в общем-то, содержат вполне себе недвусмысленные призывы. Например, Россия для русских, значит, славяне братья, все остальные народы должны быть из России унисгнаны. Вот, значит, только славяне достойны лучшего будущего и прочее, прочее. То есть вот эти конкретные цитаты, это вполне себе обычная вещь для многих неоязыческих групп. Но мы должны сразу иметь в виду, так же, как и ислам, а неоязычество бывает очень разным. И в частности, вот исследования моих коллег Алексея Гайдукова и Романа Шиженского, которые являются практиками религиоведами, ведущими очень часто включенные наблюдения за неоязыческими группами, вот, вы знаете, многие из них на самом деле не имеют отношения ни к национализму, ни, соответственно, к религиозному экстремизму абсолютно. Вот, потому что для многих неоязычников связь, значит, с природой, это, собственно говоря, попытка вести такой экологичный образ жизни, это, в общем-то, нормально, при этом не затрагиваются никакие ни политические, ни, соответственно, социальные мотивы, ни вера других людей абсолютно. То есть здесь нужно очень четко понимать, с кем вы имеете дело. Вот, и размещение, например, символики, которая у одной организации представлена как неоязыческая, вполне может оказаться абсолютно без экстремистского подтекста у другой организации. Ну, такой знак, как калаврат, наверное, вы все видели. Вот, его используют более 30 неоязыческих организаций, и у каждой организации он имеет свое значение. Поэтому, если вы увидели на странице у своего обучающегося знак калаврат или, скажем, руническую письменность, не стоит сразу огульно заносить его в неоязыческую компанию. Вот, с другой стороны, если вы имеете дело с православными, далеко не всегда православность, то есть принадлежность к русской православной церкви является гарантией и отсутствие экстремизма. Я сейчас скажу такое, за что меня некоторые православные, наверное, сильно будут не любить. Но, если честно, среди православных психологов, среди православных педагогов очень часто встречаются достаточно жесткие охранительные позиции по гендерным вопросам, по отношению к другим конфессиям или, скажем, по отношению к другим, как бы сказать, педагогическим ценностям. Вот, это помимо педагогики существуют и другие варианты. Ну, вот, скажем, у нас есть очень любопытный портал кристине.ру. Им пользуются очень многие люди, которые хотят получить информацию о новых религиозных движениях. Там она в достаточной степени объемная. Я не скажу, что всегда объективные. Нет, там очень разные авторы. Но, тем не менее, со спектром мнений познакомиться возможно. И вот, пользуясь этим порталом, вы можете обнаружить одну интересную вещь. Там есть книга, которую пишет, значит, человек, который формирует контент этого портала, кристине.ру, Максим Степаненко. Максим, в принципе, продвигает достаточно экстремистскую концепцию. То есть, он считает, что женщина, которая вышла замуж не девственницей, она является причиной бед всей семьи. И до тех пор, пока она в этом не покается, семью будут преследовать беды и неудачи. При этом Максим пользуется максимально оскорбительными термины. Скажем, мужчины, которые женаты на разведенной женщине или на женщине, вышедшей замуж не девственницей, он называет термином олени. Это характерно для мужского шовинистического движения. И, в общем-то, не раз использование данной терминологии признавалось экстремистской, в том числе и в судебном порядке. Поэтому, еще раз повторяю, здесь дело не в принадлежности к какой-то религии, здесь дело в ее интерпретации конкретным индивидам или конкретной группой внутри этой религии. Поехали дальше. Социальный экстремизм. Он на самом деле бывает тоже очень разным. Социальный экстремизм – это попытка дискредитации людей по определенным социальным признакам, по возрасту, отношению к каким-либо идеям, национальности и так далее. То есть, фактически, если мы возвращаемся, опять же, к той первой картинке, которую мы посмотрели, с видами экстремизма, то мы можем сказать, что политический экстремизм может иметь социальный подтекст, национализм тоже может иметь социальный подтекст. То есть, по сути, когда мы произносим определение какого-то направления экстремизма, мы должны иметь в виду, что эти направления между собой связаны. Вот здесь мы с вами видим явную такую попытку показать, что существует так называемое маскулинное движение, которое считает, что мужчины – это угнетенная часть человечества. При этом я говорю абсолютно серьезно. В интернете есть огромное количество сайтов, есть даже вполне себе реальные организации мужчин. Вопрос хороший, я обязательно об этом скажу. Я про нарушение личного пространства, меня это тоже в достаточной степени интересует, и это очень сложная тема. Возвращаясь к предыдущей реплике. Итак, существует маскулинное мужское движение, противопоставляющее себя феминизму, и даже существует несколько реальных уголовных дел, которые связаны как раз с распространением экстремистского контента именно маскулинным движением. Как я уже сказала, суть в том, что мужчины – угнетаемая часть человечества, что женщины забрали себе все права, а мужчина, соответственно, имеет право ни за что не отвечать и так далее. Естественно, что все это в достаточной степени девиации, и большинством воспринимаются не как конвенциональная норма, а как отклонение от нее. Но, тем не менее, есть люди, которым эти идеи нравятся, и которые достаточно активно продвигают их в молодежной среде. В частности, одним из элементов идеологии движения «Спарта», которые на сегодняшний день закрыты, они закрылись за несколько буквально недель до того, как было принято решение о возбуждении уголовного дела против этой организации как раз в экстремистской статье. Так вот, вы знаете, у них тоже были такие мотивы, что мужчина – это только тот, кто принимает решения, кто не позволяет другим управлять своей жизнью и так далее. То есть, когда мы сталкиваемся с категорическими императивами в качестве идеологен, это уже, в принципе, тоже признак экстремизма. Ну да, в общем, я согласна с вашим заявлением про то, что это очень малые группы мужчин. Но дело в том, что, понимаете, проблема, они распространяют свою идеологию достаточно активно. Если мы будем говорить с вами про фемдвижения, в принципе, то же самое. Я просто не стала повторяться, говоря про феминисток современных, хотя вы прекрасно знаете, что существуют аналогичные движения среди женщин, и, в общем-то, многие из них продвигают такие же агрессивные экстремистские идеи. Но тут есть небольшая разница. Дело в том, что стандартный феминизм – это все-таки движение за права женщин, которое имеет историческую основу. То есть, в общем-то, вы помните, наверное, что избирательные права впервые в мире женщины получили в СССР. Да, СССР был как раз первым государством, где женщины получили избирательные права. Во всех остальных государствах, даже таких светочек демократии, как Соединенные Штаты Америки, женщины получили избирательные права значительно позднее. Поэтому первые феминистки... Да, это тоже... Спасибо, Елена Александровна, это тоже очень неприятно. Я сегодня как раз буду об этом говорить с коллегами из Республики Татарстан, которые пригласили меня для чтения лекции о стигматизации обучающихся как раз вот в этом процессе. Это действительно крайне неприятное явление, но чуть попозже, ладно? Итак, значит, ну вот, например, «Свидетели Иеговы» – это достаточно сложная тема. Обучающиеся обычно не затрагивают, я просто привожу ее для того, чтобы вы понимали, что, в принципе, это религиозная организация, которая отнесена к экстремистским по факту наличия в ее вероучении доктринально обусловленного социального экстремизма. Что значит доктринально обусловленный? Это значит, что он обусловлен самим, самой теологией этой организации. То есть если мы встречаем православных экстремистов или мусульманских экстремистов, и это не норма для ислама и православия, то здесь эти вещи, которые ведут к социальной дискриминации, они прописаны в вероучении и они прописаны в толкованиях этого вероучения как важные и необходимые для исполнения всеми членами организации. Понимаете разницу? То есть доктринально прописанное насилие, оно существует во многих новых религиозных движениях. Но в частности, например, вот Аум Семерекю, лидеры, которые вчера в Российской Федерации осудили на 15 лет лишения свободы в условиях строгого режима, вот у Аум Семерекю как раз насилие в их идеологии было прописано доктринально. Дело в том, что с точки зрения аумовцев привели исцелить вашу карму, если вы не вступаете в организацию, если вы не разделяете их идеи, то, соответственно, значит, вы можете быть убиты членами организации, и тогда это обеспечит вам спасение. Вот я серьезно абсолютно говорю свои слова, я могу подтвердить в том числе и в судебном порядке, как эксперт религиовед, поэтому еще раз повторяю, доктринальное насилие – это одна из деталей, которая вот как раз обусловливает в определенном смысле и социальный экстремизм. Дальше, значит, Константин Геннадьевич, я понимаю ваше желание поговорить на эту тему, но сегодня это не наш вопрос. Итак, значит, принцип разговора с обучающимися. Да, сразу скажу, что все мероприятия, о которых мы изначально говорили, не будут носить формальный характер, если вы будете проходить их системно, то есть будете использовать сначала методы изучения обучающихся и их, соответственно, мировоззрения, затем, соответственно, будете пользоваться как активными, так и пассивными способами информирования их о существовании вот такой проблемы. Значит, принципы разговора – это доверительность, откровенность, честность, системность, обязательно научность, потому что очень часто, например, я встречаю специалистов, которые полагаются на какие-то подчеркнутые из популярных брошюр тексты, знания и так далее. Есть группы в социальных сетях, которые говорят, значит, про деструктивность, рассказывают какие-то кошмарные ужасы, что все ЛГБТ-сообщество придумали сатанисты для того, чтобы приносить детей в жертву. Я сейчас ни грамма не утрирую, я цитирую одно из таких родительских сообществ. Вот, значит, то есть научных текстов по проблеме профилактики экстремизма в настоящий момент достаточно много. Тех, которые индексированы в Ринцеле, Киберленингу, вы можете найти не просто ни один десяток, а даже ни одну тысячу. Естественно, что выявить в этом огромном количестве публикаций те, которые более-менее адекватны, довольно сложно. Поэтому в большинстве случаев ваши территориальные антитеррористические комиссии, региональные, они разрабатывают методические рекомендации или привлекают к этому ученых вашего региона. И в этих рекомендациях, как правило, есть наиболее актуальные работы по данной теме и собрана наиболее актуальная информация. То есть та, в которой вы можете пользоваться. Ну, в частности, у нас в Республике Башкортостан выпущено несколько справочников, методических указаний, которые были подготовлены как специалистами ИРО, то есть Института развития и образования, так и Педагогического университета. Вот, и в принципе, эти пособия находятся в свободном доступе как на сайте ИРО Республики Башкортостан, так и на сайте Башкирского государственного педагогического университета. Вот, в абсолютно свободном, они можно пользоваться без ограничений, скачивать и применять. Ну, вот, если у вас есть такое желание. То же самое, кстати, я видела на сайте Антитеррористической комиссии Ярославской области и Ярославского института развития и образования. И, конечно же, бессменным лидером этой области является соседний регион Республики Татарстана. У них этих рекомендаций просто завались. Вот, возвращаемся. Итак, практика-ориентированность. Что это значит? Это значит, что мы должны связывать определенные теоретические тезисы с реальной жизнью. С реальными случаями, которые произошли недавно в вашем регионе или которые вам известны средств массовой информации. При желании такую информацию найти несложно, на самом деле. Готовность обсуждать жесткие темы. То есть темы, которые волнуют ваших обучающихся. Но, в частности, в период, когда проходило уголовное дело по поводу ловли покемонов, любимым вопросом школьников был вопрос. А вот почему этого парня собираются судить? Ведь он же ничего плохого не делал. Он ловил покемонов в церкви. Проблема в чем? В том, что объяснить действительно, а в чем состоит его преступление, для обучающихся очень сложно. Ведь дети ориентированы не на то, что существует закон, а на то, что существует некая социальная справедливость. И согласно их представлениям, несправедливо судить человека, как экстремиста, за то, что он играл. Дело в том, что в их картину мира очень часто не укладывается понимание того, что игра может быть провоцирующим фактором. То есть она может служить той самой каплей дегтя, которая фактически станет началом какой-либо зародительной экстремистской патологии. И, кстати, в этом отношении вообще детская наивность на самом деле она прекрасная. И их сосредоточенность на собственных делах это замечательная вещь, которая во многом выполняет за нас функцию противодействия экстремизму. Несколько лет назад ко мне пришел мой сын, тогда он учился в восьмом классе, и говорит мне, мам, слушай, ко мне постучался в ВКонтакте какой-то Петя Иванов, и он мне предложил вступить, изучать с ним ислам. Я говорю, ой, какая прелесть, а можно, я на некоторое время перейду к тому, что... Ну, я говорю, воспользуюсь твоим аккаунтом. В общем, я побеседовала с этим Петей Ивановым, это был обычный почтовый бот, который пытался продвинуть для моего сына некий исламский контент, абсолютно несоответствующий возрасту. Но дело было в другом. Когда я стала беседовать со школьниками, я обнаружила очень интересную деталь. Оказывается, очень многие дети в то лето столкнулись с этим же или другим ботом, который делал такую рассылку массовую, именно через ВКонтакте. И по результатам мини-исследований, которые мы провели в двух образовательных учреждениях, оказалось, что примерно 30% детей в возрасте 6, 7 и 8 классов как раз сталкивались с этим ботом, и только 10% из них сообщили своим родителям. Остальные просто-напросто сочли, что это какая-то неинтересная взрослая ерунда, которая абсолютно не нуждается в дальнейшем изучении. То есть они просто его забанили. Отлично, отличное решение. Да, Ольга Павловна, я вижу у вас комментарии про список экстремистских материалов. Мы, собственно говоря, именно этим и пользуемся. Действительно, по решению суда материалы признаются экстремистами только по решению суда. Но поскольку я сама эксперт религиовед, в данной ситуации я имею возможность выдвигать определенные суждения, потому что и со списком экстремистских материалов, и, соответственно, с теми документами, которые в него внесены, я постоянно и регулярно работаю. Ключевые элементы разговора. Это то, о чем следует говорить. Это то, что действительно важно донести до обучающихся. Не важно, мы имеем в виду школьников, или, значит, мы имеем в виду студентов средних учебных заведений или высших, это без разницы. Значит, это реальные признаки экстремизма, не те, которые перечислены в статье, а те, которые вы можете найти в профессиональных работах, так называемые маркеры экстремизма. Это признаки вербовки, чтобы дети понимали, когда с ними начата вербовочная работа, могли ее распознать достаточно быстро. Это символика экстремистская. Правда, вот здесь очень сложный разговор. Почему? Потому что, еще раз повторю, символы нужно уметь истолковывать в соответствующем ключе. То есть, возвращаясь к истории с калавратом, наличие калаврата на каком-либо предмете это еще не делает его экстремистским, по сути. Но вот здесь должен быть соответствующий контент. Поиск и оценка информации об идеологии какого-либо движения, уточняющие контрольные вопросы, которые обучающиеся могут задать тем, кто предлагает им какую-либо идеологию. Как правило, это два вопроса. Это вопрос, значит, первый, кто осуществляет финансирование вашей организации, то есть за счет каких средств это все производится. И второе, каким будет мир, если ваша организация победит. Дальше. Подача информации в СМИ, потому что средства массовой информации очень часто подают сведения в очень искаженном ключе. Ну, например, вот у нас в Башкирии было совсем недавно, буквально недавно уголовное дело, когда молодой человек, значит, будучи еще школьником, вступил в контакт с ИГИЛ, с запрещенной, с террористической, с МТО ИГИЛ, с международной террористической организацией, принес им присягу и был осужден, благодаря этому, значит, действию на пять с половиной лет колонии. Вот. Надо сказать, что средства массовой информации подали эту историю, как, значит, мальчик хотел пошутить, а ФСБ приняло это за признаки теракта и посадило его. На самом деле, внутри уголовного дела было много информации, которая заставила, понимаете, заставила, а не, как бы сказать, не предложила, не побудила следователей принять такое решение о возбуждении уголовного дела, относится к последующим осуждениям. Там были вполне себе реальные призывы и действия экстремистского характера. Далее. Ответственность. То есть нужно говорить о том, что СМИ интересует сенсационность подачи информации во многих случаях, а вовсе даже не истинно. И потом журналисты очень часто могут не знать или озвучивать позицию только одной из сторон судебного процесса. То же самое, кстати, мы наблюдаем с Кукморским инцидентом, который произошел недавно в Республике Татарстан. Там тоже в первые двое суток были выдвинуты совершенно фантастические, ужасные версии, которые в итоге оказались неправильными. Тем не менее, те, кто их прочитал, остаются при этом мнении. Почему? Потому что они просто больше не читают информацию. Поэтому, еще раз повторюсь, полагаться на сведения в СМИ это опасно, и этому же нужно учить. И об этом нужно говорить с обучающимися, чтобы они не воспринимали себя как потенциальных жертв. На самом деле, посадка за репосты это, вы знаете, очень редкое явление. Далее. Ответственность за распространение экстремистских взглядов. Здесь без давления, с максимальным, максимально нейтрально, чтобы обучающиеся знали о том, что такая ответственность наступает с 14 лет, соответственно, и какие именно меры будут приняты к тем людям, которые это делают. Значит, ну и два основополагающих принципа ты в ответе за тех, кого приручил. То есть за то, что ты распространяешь, в том числе в интернете, ты тоже несешь ответственность, потому что это в определенном смысле пропаганда взглядов. И не случайность конвенциональных ценностей. Конвенциональные ценности это ценности, которые присущи всему обществу. Ну, если можно привести, например, такой христианский пример, да, это то, что в итоге называют в следующем из четырех, вернее, начиная с четвертой заповеди, да, Моисеевой. Вот, и в принципе это все то, что перечислено в Конвенции о правах человека, безусловно. Следующий слайд. Так, значит, целевые показатели и оценка рисков. Дело в том, что любая профилактика это педагогическая деятельность. Как любая педагогическая деятельность, она несет в себе какое-то целеполагание, то есть чего мы хотим достичь в результате, и, соответственно, педагогические риски. Это тоже очень неприятная вещь. Вот на одном из последних семинаров по террикализации, который проводили мои коллеги из Московского педагогического университета, председатель ассоциации мусульманских психологов Ольга Сергеевна Павлова, она как раз об этом и говорила, о том, что беседуя на такие темы с обучающимися, мы обязательно рискуем спровоцировать их на поиск подобного контента. Но именно от нас зависит, а насколько качественно мы поговорили на эту тему, чтобы поиск контента не превратился в усвоение экстремистских взглядов. Именно систематичность нашей с вами работы в этом отношении, она, собственно говоря, и предупреждает данный риск. Риск радикализации, риск роста интереса к теме. Да, одним из следствий может стать потеря уважения к религии, падение авторитета правоохранительных органов, потому что в процессе мы будем вынуждены сказать, что они, в принципе, ну, скажем так, не настолько всемогущие, как у нас принято считать, да, что предотвращение терактов во многом это следствие очень длительной и очень тяжелой работы. Вот по мгновению волшебной палочки такое не происходит, никаких следящих специализированных устройств, которые позволяли бы выявлять террористические идеи, ну, так сказать, в прямой связи с их носителем, не существует. Возможны жалобы родителей. У нас такое было, значит, когда первый раз проводили тестирование на толерантность, у нас поднялся жуткий скандал, было много обращений, особенно в Совет по правам человека при главе нашей администрации региональной, вот, по поводу того, что детей считают преступниками, вот, как вы смеете говорить с ними на эту тему, это вообще совершенно не нужно детям. На самом деле нужно. Еще раз повторюсь, наши с вами дети живут не в вакууме. И очень многие из них желанная добыча для людей, которые хотели бы пополнить свои карманы, получить какие-то другие бонусы в жизни. Поэтому, говоря об экстремизме, мы одновременно повышаем их бдительность и наблюдательность в отношении других противоправных деяний. Ну, сейчас я быстро расскажу вам еще одну историю, которая произошла с одной моей коллегой. Несколько лет назад ко мне подошла коллега, она работает на одной из очень крупных кафедр вместе с ректором одного из очень крупных вузов нашего региона. И муж у нее бизнесмен с очень хорошим годовым доходом. Ну, достаточно сказать, что он купил машину стоимостью примерно 2 миллиона рублей, ну, фактически за наличные деньги. То есть, вы можете себе представить объемы его ежемесячного дохода. Значит, именно эти два обстоятельства, сочетание доступа к власти в образовательном учреждении и наличие денег в семье, они привели к тому, что дочь, их совместную дочь, попытались завербовать представителей одной религиозной организации. Произошло это через знакомство с мальчиком в социальных сетях и единственное, что взволновало маму, это то, что мальчику оказалось достаточно много лет. То есть, девочке, условно, там, предположим, 13, ну, а молодому человеку 18. Что может связывать 18-летнего парня и 13-летнюю девочку? Сначала она, конечно, заподозрила, ну, скажем так, нестандартный сексуальный интерес, но когда она просмотрела профиль молодого человека, она обнаружила, что родители, один из родителей его работает в штаб-квартире одной из религиозных организаций, зарегистрированных в Соединенных Штатов, которая как раз славится подобным методом вербовки. То есть, целью было сначала вовлечение девочки, а потом через нее родители и получение материальной выгоды от этого действия. Точно так же действуют и экстремистские вербовщики, которые вполне могут поставить себе целью завербовать ребенка высокопоставленных родителей. И, кстати, прямая ответственность за это в том числе будет нести и образовательные учреждения, потому что, опять же, согласно концепции противодействия экстремизму, стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации 2025 года профилактика подобного рода явлений входит в наши с вами профессиональные обязанности. Поехали дальше. Значит, немотивированные страхи у обучающихся перед терактами и так далее могут проявиться. И риск самостоятельной деятельности, в частности, у меня, например, был обучающийся, который, значит, после рассказа о скинхедах пошел разагитировать местное скинхедское сообщество. Но, слава Богу, что он был в этом сообществе в общем-то своим и ему удалось это сделать достаточно безболезненно. В итоге он перевербовал четверых бывших лидеров этой организации. Но, тем не менее, за самодеятельность ему, конечно, безусловно попала. Почему? Потому что это все-таки не дело обучающихся. Поэтому здесь нужно быть максимально осторожным. Ну, соответственно, каких целевых показателей мы можем достичь, я думаю, вы уже прочитали. Останавливаться подробно на них я не буду. Мы перейдем к следующему. Еще один момент, который помогает нам в профилактике экстремизма в первую очередь. Дело в том, что экстремизм это белое и черное. Это два противоположных мира, на которые мы делим общество. Свои и те, кто нам противоречит. Если научить детей различать оттенки серого, белого, черного и так далее, то мы фактически научить их разграничивать, не только разграничивать свое и чужое, но и относиться с пониманием к тому, что не является для него важным, не является для него своим, это, собственно говоря, и есть одна из форм профилактики экстремизма, которую мы с вами осуществляем каждый день. Далее, значит, еще один принцип. Это научное мышление. Как ни странно, за годы своего развития человечество ничего лучше, чем научное мышление для познания окружающей реальности не придумало, и именно проверка на объективность, знание понятий и универсальная применимость научных методов исследования, она, в принципе, делает научное мышление достаточно мощным противоядием в борьбе с различного рода экстремистской идеологией, потому что большая часть экстремистских логингов, она построена на вере или на имитации знания, но никак не на компонентивном и научном аппарате. Наглядность и доходчивость это тоже один из достаточно полезных элементов, то есть обучающиеся очень часто воспринимают то, что произнесено хуже, чем то, что они увидели. В принципе, это и понятно, потому что ведущие деятельности все-таки визуальные. Вот еще должны быть примеры, причем примеры нужно брать обязательно из реально действующих на сегодняшний день. Вот это как раз кусочек страницы в социальных, точнее, репоста в социальной сети ВКонтакте одного из обучающихся, который в настоящее время находится под следствием. Это скриншот страницы, вернее, скриншот картинки креализованного изображения, совмещающего в себе картинку и текст. Это связанный, конечно же, с идеологией АУЕ. Причем, кстати, на самом деле эта картинка размещена человеком, который плохо себе представляет реалии криминального мира. Знаете, почему? Потому что сигареты без пачки это символ того, что они являются передачей в тюрьму. И самое интересное, что передавать в тюрьму сигареты с фильтром запрещено. Поэтому если бы тут была изображена условно россыпь сигарет типа беломора или что-нибудь такое, то это уже было бы понятно. Но тогда бы потерялась визуальная составляющая этой картинки. Знаете, почему? Потому что для большинства детей эти сигареты с сигаретами не ассоциируются. Дальше. Еще одной опасностью связи, например, с тем же самым АУЕ является то, что АУЕ-шные группы очень часто становятся вербовочными площадками для исламистов и для националистов. Это действительно так. Вот есть, например, такая забавная группа ВКонтакте «Ислам АУЕ». Почему они становятся вербовочными площадками? Потому что основная задача вербовщика определиться с кем будет человек членом экстремистской организации или нет. Совпадает он по основным ценностным ориентациям с этой организацией или нет. А поскольку идеологии исламистских групп, идеологии нацистских групп, неофашистов и идеологии АУЕ-шников построены на одном принципе, на эскалации насилия, на приемлемости насилия, как ведущего способа разрешения социальных противоречий, то соответственно АУЕ-шные паблики это достаточно открытая площадка для любых вербовочных мероприятий. И если ваш ребенок вовлечен в деятельность АУЕ, вполне возможно, что через некоторое время он станет членом другой организации. А может быть и нет. Далее. примеры тоже должны быть подобраны с умом. Дело в том, что вот посмотрите на две картинки с абсолютно одинаковой надписью. Картинка номер один. Иман как мечи, его нужно постоянно точить. Вот в этой картинке ни один эксперт не признает экстремизм. Знаете почему? Потому что здесь использована прямая символика, характерная для ислама. Иман это вера, следовательно, нашу веру нужно оттачивать. Она должна быть такой же острой, как клинок. Здесь нет угрозы. Здесь есть попытка наглядно объяснить то, что известно любому мусульманину. А вот соседняя с ней картинка, значит, на которой изображена пасть акулы, это прямая угроза. Это как раз вещь, которая выражает страх перед, значит, вернее, должна символизировать страх перед теми, чей иман как меч. Понимаете? То есть для специалистов по корроризованным текстам это достаточно понятно. Поехали дальше. Дополнительные факторы успешности. Когда мы привлекаем необычных носителей информации. Очень часто обучающиеся, с которым вы пытаетесь разговаривать на тему профилактики экстремизма, они, значит, думают, господи, чего наша учительница Марья Ивановна может знать об этом мероприятии, об этих вещах. Вот, в конце концов, она в полиции не работает, значит, и вообще ее кругозор ограничивается только физикой условной или информатикой. Вот, поэтому говорить об экстремизме лучше, если вы привлекаете к себе в помощь других носителей информации. Ну, например, скажем, это будут представители правоохранительных органов, религиозных организаций. Здесь вы видите портреты мамы Шамиля, потому что найти, скажем, изображение бывшего человека, который был в какой-то экстремистской организации, так, чтобы оно было достаточно известным, мне было сложно. Поэтому я ограничилась портретом известного перебежчика, значит, имама Шамиля, который был взят в плен во время одной из Кавказских войн. Но при этом вы должны убедиться в том, что специалист, которого вы приглашаете, способен разговаривать с аудиторией. То есть, в принципе, в этой ситуации проще иметь налаженный контакт с кем-то из этих специалистов. Дальше. Ну и последний слайд, это спикер должен быть особенным. Особенно не в смысле того, что он какой-то особенный человек, а в смысле того, что он привлекает внимание. Потому что когда мы говорим с вами об экстремизме, мы всегда должны понимать, что это тема, которой многие люди либо относятся безразлично, либо наоборот, они стремятся реализовать какие-то свои комплексы в этом процессе. И поэтому когда вы привлекаете внимание чем-то необычным, в данном случае это представитель правоохранительных органов, или, скажем, когда я работаю с мусульманской аудиторией, я обычно одеваюсь именно таким образом. То есть, вы должны стать с одной стороны своим в этой среде, с другой стороны вы должны в определенном смысле демонстрировать свое знание и превосходство знаний над этими вещами. Ну и последнее, несовпадение точек зрения на объект. Дело в том, что мы с вами очень часто по-разному оцениваем себя как оратора, потому что очень часто мы не можем сформулировать какую-то ключевую идею так, чтобы она была понятна тем, кто нас слушает, особенно при разнице в возрасте или при разнице в культурном контексте. И поэтому каждый раз, когда вы готовитесь к беседе с молодежной аудиторией, вам нужно будет очень внимательно относиться к выбору слов, к выбору выражений и выбору примеров. Дело в том, что эти примеры должны быть в чрезвычайной степени доходчивыми. Теперь еще один важный момент, к которому мне бы хотелось вернуться. возвращаясь к основным формам, еще раз повторюсь, что они должны быть совместными, то есть используются именно все варианты, только тогда ваша профилактическая система будет более-менее адекватной ситуации. Что касается изучения социальных сетей, у нас с вами был такой вопрос, не является ли это нарушением прав обучающихся. Вы знаете, дело в том, что социальные сети приравнены к средствам массовой информации. Все, что вы размещаете в социальных сетях, это объект публичного доступа, если вы не указали это иначе. Понимаете? Поэтому, изучая социальные страницы своих обучающихся, вы не нарушаете их прав. Но, если вы эту информацию будете использовать в личных целях, если вы будете ее применять для того, чтобы, скажем, оказывать давление на обучающегося, туда это станет в определенном смысле преступлением. Тем не менее, сам факт изучения ни о чем не говорит. Изучать вы можете все, что угодно. И самое важное в этом отношении то, что изучение социальных сетей, социальных страниц обучающихся, это не показатель к тому, чтобы брать их не в педагогическую работу, а наказывать. То есть, если вы обнаружили у обучающегося явные признаки картинок, явные картинки, которые могут позволять говорить о том, что он, скорее всего, разделяет идеологию АУЕ, например, или какой-либо исламистской группы, то в данной ситуации вы должны понимать, что это повод для того, чтобы усилить педагогическую работу с ним, для того, чтобы обратить как можно больше внимания на его повседневную жизнь, для того, чтобы поработать с родителями, но ни в коем случае это не повод для того, чтобы вы писали какое-либо обращение в правоохранительные органы, или, например, начинали беседу с родителями со словом «Ваш сын АУЕ, ему грозит 12 лет». Вот это так, действительно, по закону. Если доказано распространение ОУЕ, материалов, то до 12 лет лишения свободы. Итак, с основными принципами и идеями профилактики понятно, куда обращаться. У вас есть, как я уже сказала, сайты региональных антитеррористических комиссий, с ними сотрудничают образовательные и педагогические организации, и в каждом регионе эта система сотрудничества выстроена по-разному. Но в целом в большинстве регионов она функционирует более-менее эффективно. Это я говорю с полной ответственностью. Почему? Потому что по заказу Министерства просвещения Российской Федерации мы в прошлом году проводили такое исследование. Итак, если есть вопросы, пожелания, предложения, то я их жду. Соответственно, те из вас, кто хотел бы задать вопросы мне лично, а не публично, пожалуйста, здесь есть мои контактные данные. Вы в любой момент можете со мной связаться, либо через социальные сети, либо через электронную почту. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, что какие-то вещи вам были действительно полезны. Презентация доступна для скачивания и в любой момент можете воспользоваться прямо сейчас, пожалуйста. Единственное, что, секундочку, сейчас я ее через минуту я ее перезагружу, сейчас попрошу прощения, там есть одна деталь, которую я хочу убрать. буквально секунду буквально секунду я это сделаю. Буквально секунду я это сделаю. и она мне не имею в виду, это не знаю, но мне кажется, если я не могу, я не могу,